друзья всех приветствую сегодня 21 февраля вечер видите брудера нет брудера нет по той причине что я пересадил птицу наш молодняк который растет на пурине уже рост в верхние ярусы клеток клетки я обработал огнем и над уксусной кислотой к сожалению мы их до сих пор не вы не можем вынести на улицу так как у нас зависает в очередной раз предыдущая партия здесь вот поэтому вот такая дезинфекция проделана насколько она эффективно покажет время так здесь что здесь все по стандарту значит лампа инфракрасная здесь лампа инфракрасная здесь в паении вода паение я мыл внешне значит это тоже обработка над уксусной промывка и паение у нас напомню относительно чистая так как один инфекция производилась сейчас дай бог памяти около 30 дней назад я по я ограничился просто один дезинфекции ниппельных поилок с их и вытаскиванием из трубы и мойкой чисткой вот этих вот капли уловителей откуда птица будет пить то есть вы скажете может быть этого недостаточно может быть недостаточно посмотрим на этой партии как она себя по я проявит так вот корм это еще раз напомню пуриный рост вот птица давайте посмотрим температуру у них так 26 и 4 датчик вот здесь висит но эти где-то также на этом градусники температура 24 с половиной но птица веселая бодрая распределена видите по всему ярусу как бы ей значит комфортно друзья забыл вам сказать что из брудера я пересадил 16 дней это на 4 дня раньше чем обычно то есть я обычно в 20 пересаживаю но видимо я забыл как должны расти бролеры и они выросли такими довольно таки увесистыми кабанчиками и поэтому не то что им там было тесно но как бы я думаю что хотелось им больше пространства вокруг себя я пересадил чуть раньше их верхние ярусы клеток ну создав соответственно там необходимую температуру вентиляции так работала в общем необходимые условия вот поэтому посмотрим как они будут расти думаю что правильное решение и поэтому хочу сделать небольшую корректировку по количеству птицы выращиваемые в моем брудере я говорил что значит 100 штук я растил до 20 можно 20 до но как мне кажется лучше конечно пораньше пересадить если есть условия и если они вот в таком интенсивном росте с последующей партией будут проходить то конечно от 200 штук в этом брудере до 14 дней не идет речи я думаю до 10 до 12 максимум сегодня 25 февраля птицы наши которая идет в эксперименте на пурине 20 дней мы сегодня ее взвесим ест она сейчас пока какой пока то рост она ест рост или гровер пурины так температура здесь у нас 23 до 23 с половиной под лампой где-то в районе 25 я термометр убрал не могу сказать точно но они видите птица вся распределена равномерно по ярусу то есть ей комфортно вентиляция работает по таймеру диммером на середине я установил мощность вентилятора на данный момент влажность нормальная нигде воды нет на окнах все сухо но так как положено 60 лет я так думаю 65 ну до 70 мне кажется но приду будет будут батарейки у меня чтоб ставить их в игрометр и тогда мы точно можем сказать так здесь что у нас помет без претензий поймет нормальный вот птица себя чувствует прекрасно она бодра и весела играются петухи между собой дерутся так скажем но в лайт режиме я в прошлом видео не сказал при взвешивании на десятые сутки о потерях значит смотрите потери в брудере составили у нас 4 цыпленка 2 слабых последние вылупившиеся их затоптали и 2 сдохли где-то в возрасте 4 по моему может быть пяти дней вот причина неясна такие довольно таки крупные цыплята вот с 10 по 20 день фу-фу-фу-фу все живы-здоровы здесь у нас их 51 цыпленок на этом ярусе на верхнем и на этом верхнем ярусе у нас 52 то есть 103 штуки у нас сейчас находится вот такого возраста цыплят есть у нас еще вот эти вот вам хорошо знакомые но мы надеемся что скоро начнем их убирать вот они все сегодня вечером мы их взвешиваем и вам показываем друзья ну давайте взвесим мы сейчас также будем выхватывать столпы так сказать несколько штучек взвесим одну чайном порядке а потом создадим контрольную группу так ну вот сидит в краю я его и возьму ровно какой-то четкий на килограмм вот похудел он на 3 грамма смотри на страница ну ладно отставим до так сюда его сразу чтобы не отпускаем кого 925 а не сказал насколько должны они ведь нет не сказал но вы уже наверное знаете они должны есть семьсот семьдесят пять грамм так давай отсюда о ничего себе это гигант прям тело 110 вот это я понимаю давай точно не петуха корочка 920 920 так вот аккуратно они отложите тут 935 так вот еще 925 тоже да 920 слушай ну вот в принципе наверное то есть средний вес так все тогда давайте так сделаем давайте побег таржан держи как как нибудь тихо 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 я скажу что я откуда-нибудь adura из-за шеврот из-за шеврота давайте помельче какого-нибудь четко тихо 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 5 4 но грубо 4 600 на пятерых подожди может они все идеального веса и мы сразу в кольца оденем и все ну давай тогда это самое все равно в таз мы все по одному должны сажать считай пока 4 600 раздели на 5 так получилось короче говоря 920 грамм у нас средний вес да поэтому таких мы подберем они приблизительно одинаковые так что я думаю проблем не составит нам сильно 900 будем заморачиваться опять 20 грамм вот этими манипуляциями мы конечно травмируем морально птицу да наносим ей моральные страдания стресс то есть вот 915 наверное подойдет нам признаем он получается меньше чем положено 910 там не ставим промелькивать давай значит мы его метим ты обязательно должен сказать сколько завтра сдохнет после этой процедуры если вдруг какой будет от имеешь ввиду от стресса ну посмотрим и подержал давай давай подержу да так какая у нас лапки сейчас меня обосрет вот эти колечки хорошие они сами перескакивают на следующее деление фиксирующая когда у них лапка вырастает моя рука подозрительно влажная нет большим килограмм 45 грамм кстати говоря обратите внимание вот наверно будет четко четко чечетко 935 пойдет давай держу подожди вот эти вот на такой ногу царапай 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 царапать меня скорее пушистик так но давай мы прервемся чтобы не затягивать видео потому как надеюсь что нам верит что мы такого же еще найдем 920 грамм около этого и пометим я поняла почему мокрая тазу мокрая просто и они лапами меня пачкают все давай пока выключай сейчас вот с этого края возьмем кого-нибудь по всей видимости мы взвесили самых мелких вот пять штук из этой клетки потому что сейчас уже как какого взвешиваем они все больше там то 980 то за килограмм вот нашли девятьсот пятнадцать его сейчас метим так давайте прям буквально несколько штучек взвесим так девятьсот девяносто так давайте я попробую маленького найти маленького маленького вон он видно его вон стоит возле этой поилки но я его могу вряд ли достану сейчас какую взял вот восемьсот семьдесят до восемьсот шестьдесят пять сейчас попробую нет я его не достану слушай но он прям наверное 600 грамм где-нибудь будет но я его не могу достать там далеко ладно давайте короче не показатель нет он один вот крупный смотрите давайте посмотрим хотя нет и такой на крупный девятьсот восемьдесят какой максимальный пока 1100 но мы когда искали для контрольной группы из этой клетки какой был 1150 по моему был 1150 там был так поэтому давайте ладно короче беру я опять таких покрупнее но не то что покрупнее вот допустим вот такого давай кстати он мелкий относительно убери руку 895 ну ладно давайте короче вот как не попадаются вот такой вот вот маленький смотрите что будем маленького погружать я разбираю уши retriever 4 и iv 4485, сейчас мы разделим, делим на 5, здесь получается меньше даже, 900 грамм, 898, все, выключаемся, тогда мы находим 3 птицы по 900 грамм, метим их и включимся. Слушайте, опять мы не можем подобрать с этой клетки ровно около 900 грамм, получается в основном больше, но есть и меньше, есть и 880, одного выявили, давай еще раз, увидели, нет? Сколько он весит? 905-910, ну все, короче, на него вешаем, выключай пока. 970, короче, мы давайте его пометим, ну потому что уже стресс нанесли птицы чумовой, поэтому я думаю, давайте так вот сделаем. Еще одного? Еще одного, да, сейчас мы, уже знаете как, давайте мы так тоже, больше 900 грамм мы найдем и пометим уже до килограмма, потому что вот сейчас взвешивали много птицы, которая была килограмм 20, килограмм 50, вот так вот. И еще хотим, знаете, что сделать? Сейчас мы крупных петухов, у нас есть два колечка зеленых, мы крупных петухов сейчас определим из двух секций и пометим тоже ради интереса посмотреть, как они будут развиваться. Давай, как будто поймаешь сейчас прямо, а? Ровно. Нет. Ну вот видите, да, я говорю. Все, убирай, 915, нет, 1015. Килограмм 15. Не поверьте. Нам тоже крупные, наверное. Причем, знаете, как интересно, вот петухи одного размера с курочками, петухи почему-то и весят больше. Вот, смотрите, видите, 1055. У мужика говна больше, просто понимаешь? Считаешь, да? Ну понятно. Гребень большой тоже есть. Это твоя версия. Нет, 890. Маловато будет. Ладно. Ну что, отключаюсь, ищем дальше. Ну сейчас, подожди, давай уже. Вот, наверное. Да, все, 915, не ищем больше. Вот, да, 915 отмечаем. Все, выключайся. Сейчас мы петухов еще найдем крупных и их пометим. Ребята, так как вот у меня один только зеленый браслет с того умершего, помните, да, при взвешивании? Сколько там дней? 50, да? Я вот поймал курочку. Сейчас мы с нее снимем браслет, и раз уж такая оказия, заодно взвешим. Смотрите это видео на нашем канале, взвешивание партии на Маркорне. Ссылка в описании и вверху видео. Сколько ей по возрасту, Саш? 2,370, ей 55 дней. Так, вот еще браслетом зеленым я уже просто так для интереса. 3,370, да, 55 дней. Все, сейчас я с него тоже браслет сниму. Тихай. Все, давай. Так, все, у нас есть два браслета, да, и третий я приносил оттуда у тебя. Да. Ну вот, ладно, двух нам достаточно. Так, сейчас мы ищем петухов, больших, самых крупных на данный момент. Ну так, без фанатизма, и на них вешаем зеленые браслеты. Вот, с этой стороны, короче, килограмм 70 грамм, я думаю, мы его пометим, чтобы сильно долго не искать. Сейчас вот колечко зеленое ему оденем. Давай подержу. А, кстати, я не показал, наверное, что по нулям, покажи. Еще раз, еще раз, вот он. Все, сейчас моим кольцо оденем и с этой стороны кого-нибудь достанем. Выключай. Нашли, короче, вот такого. Всех перепугали, не будем мы продолжать эти эксперименты. Его метим, килограмм 50. Дай его запускал патажу. Были больше, когда мы первые развешивали, но, в общем, не можем найти, да поэтому давайте мы его пометим и на этом закончим. Друзья, в общем, короче, перепугали субптицу, но взвесили, вам показали, контрольную группу обозначили, клетки помыли, бродер помыли. Это так, на всякий случай вам рассказываем, осталось здесь сделать только автоматику, да, на обогреватель и все, и готов он к следующей партии. Кормим, значит, гроуэром или ростом пуриной до 29 дня, как я и говорил, без экспериментов, кормим по программе пурина. Написано до 29 дня, значит, в этот раз кормим до 29, потом переходим на финиш. В 30 дней взвешиваем, вам показываем. На этом все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока, но по-сарам. Ты куда пошла-то? До свидос. До свидос. До свидос.